У нас в городе работает более 5000 учителей во всех школах города, но этого недостаточно, потому что количество учащихся постоянно возрастает. Буквально пройдет несколько лет, 4-5 лет, и в школах города будет учиться на 30 тысяч учащихся больше, чем учатся сейчас. Это означает, что количество учителей должно увеличиться. Отрадно отметить, что новые учителя приходят в школу, молодые специалисты, выпускники наших образовательных учреждений приходят в школы. В этом учебном году более 280 человек пришло в образовательные учреждения, но нужно больше, нужно сделать так, чтобы профессия стала более престижной, более интересной, более перспективной для каждого конкретного человека. И в этой связи различные меры поддержки, такие как различные жилищные программы, различные программы, ориентированные на повышение профессионального мастерства. И, конечно же, конкурсы профессионального мастерства, таким, каким является конкурс «Учитель года», они очень важны. Я считаю, что этот конкурс нельзя ни в коем случае не то, чтобы отменять его, нельзя даже сокращать в своих масштабах. Мне кажется, наоборот, количество участников должно увеличиваться. И отрадно, что количество реально увеличивается. В этом году более 90 человек принимало участие на различных этапах конкурса. Это значит, что люди хотят совершенствоваться в профессии, люди стремятся к тому, чтобы овладеть новыми знаниями, навыками, быть постоянно интересными и заново учить, заново понимать жизнь вместе со своими учениками. Это очень здорово. Естественно, любой человек, который начинает участвовать в конкурсе, он же ожидает результата и победы в том числе. Эмоции, вот знаете, часто же смотришь интервью людей после того, как с ними случилось что-то неожиданное и радостное. Они всегда говорят одно и то же. Пока не веришь в то, что случилось. То, что немного состояние глушенности какой-то. Вот, в принципе, я вот испытал те же самые эмоции, то есть осознание того, что произошло, в общем-то, пока нет. Есть такая оглушенность и, честно говоря, усталость очень большая. Но все-таки с ноября этот конкурс длится уже три месяца. Это очень тяжело, но очень интересно. Сегодня много говорили об образовании, о вызовах. И часто звучала такая вещь, как образование длиной жизни. Ну, раньше для меня, откровенно говоря, это были достаточно такие слова, слова, красивые, хорошие. Но вот после этого конкурса я действительно понял, что это такое. Вот у меня пока получилось образование длиной в конкурс. Но я уверен точно, что двигаться дальше я буду, и это крайне необходимо. На самом деле я узнал очень много, хотя в школе работаю уже 23-й год, и, казалось бы, уже чего-то узнавать, собственно. И узнаешь обычно не из книжек, тетрадок, а именно из общения с людьми. И самое главное, что мне дал этот конкурс, это знакомство и общение с новыми людьми. Такое прекрасное повышение квалификации учителя. В данный момент, вот мне за последние две недели пришлось полностью освоить и самостоятельно создать свой сайт. Я это делала без помощи, то есть самостоятельно, полностью, от и до, и получила от этого большое удовольствие, что я теперь это могу, и это мой продукт. Самым трудным испытанием для меня было сегодняшнее испытание, очень ответственное и серьезное, когда пришлось впервые в жизни перед столь ответственной аудиторией, перед столь, ну, наверное, многоплановой аудиторией отвечать. И я думаю, что я справилась успешно со своей задачей.